Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Особая поддержка Дни Рязанской области в Москве оказались весьма удачными. Вам звонят из службы безопасности снова на те же грабли. Содружбы представители национальных диаспор создали свою аллею в сквере Александрово. Рассчитываем, что Совет Федерации поддержит стратегические проекты Рязанской области. Главное, мы заручились его поддержкой, заявил сегодня на правительстве губернатор Павел Молков. В Москве прошли Дни Рязанской области, где были и выставки, и спортивные мероприятия, но главное – прямой диалог с сенаторами. Рязанская область развивается. Опережающими темпами идем по развитию промышленности, сельского хозяйства, инвестициям. По ключевым направлениям у нас рост. Много масштабных проектов, которые мы реализуем, в том числе за счет федеральных мер поддержки. Об этом говорил в Москве Павел Молков на открытии Дни Рязанской области в Совете Федерации. Одна из основных задач – привлечение инвестиций. Сейчас в портфеле области 95 проектов с созданием более 20 тысяч рабочих мест. Строительство моста Дублера через АКУ – один из ключевых проектов для региона. Как заявил Павел Молков, это приоритет и один из принципиально важных вопросов. В число которых также вошли строительство восьмиэтажной поликлиники в Дашково-Песочне, школ в развивающихся микрорайонах Рязани и других соцобъектов, капитальный ремонт здания оздоровительного блока водолечебницы в Рязанском многопрофильном центре «Сосновый Бор», модернизация парка общественного транспорта и сопутствующей инфраструктурой. Представили сенатор многие инициативы, включая возведение моста Дублера через АКУ, включая строительство объектов социальной инфраструктуры. Заручились поддержкой, это самое главное. Мы благодарим Совет Федерации лично, Валентину Ивановну, серьезное внимание к Рязанской области, тем более это было первое заседание в этой сессии, такое особое внимание. Соответственно, надеюсь, что при содействии Совета Федерации нам удастся усилить работу по всем обозначенным там направлениям. Строительство моста Дублера через АКУ – инициатива, реализуемая по поручению президента России Владимира Путина, прокомментировала Валентина Матвиенко в выступлении Павла Молкова. Поддержка этого и других социально значимых проектов в Рязанской области предусмотрена постановлением Совета Федерации по итогам дней субъекта. Будем держать эти вопросы на постоянном парламентском контроле и, как всегда, будем добиваться выполнения всех его пунктов. Кроме того, Валентина Матвиенко высоко оценила Рязанскую региональную программу реабилитации военнослужащих в кругу семьи, а также всестороннюю поддержку новых регионов страны. В сквере Александрово прошла акция «Сад Содружеств», организаторами которой стало Управление культуры администрации Рязани и Национальные общественные организации региона. Представители национальных диаспор, активисты, общественники и юнормейцы высадили аллею из 11 либ. Дружба, солидарность и сотрудничество – сегодня три кита взаимоотношений национальных общественных организаций Рязани. Представители диаспоры уже давно обращались в мэрию с просьбой создать официальный уголок взаимного согласия. Городские власти пошли навстречу и открыли его в сквере Александрово. Все представители национальных общественных организаций очень активно откликнулись на инициативу и примут участие в акции «Сад Содружеств». Сегодня мы посадим 11 либ. Сразу 9 национально-культурных автономий поддержали идею создания сада, включая даже афганцев и корейцев. Работали дружно. Теперь мы знаем, что мы можем ежегодно приходить в «Сад Содружества» и поливать каждое свое дерево, ухаживать за ним. И если еще продолжится эта акция, будем рады каждый год разбивать этот парк, еще больше сажать и по тенью этих липовых деревьев отдыхать и вместе с детьми приходить и наслаждаться миром дружбы и согласия, которые у нас царят в городе Рязани. Дружба – это все. Если нет дружбы, нет коммуникации, нет отношений, нет развития. Учитывая то, что сегодняшнее мероприятие направлено на содействие, развитие, гармонизацию, межнациональных отношений, укрепление дружбы, конечно, это добрая воля и хороший жест. Я уверен, что сегодняшняя акция направлена отчасти еще показать на своем личном примере, как надо содействовать, как надо укреплять межнациональные отношения для того, чтобы у нас в Рязани и вообще в России было мирно, дружно и комфортно. Представители национальных диаспор, активисты, общественники и юнормейцы высадили целую аллею. За каждым деревом теперь будет особый уход, так сказать, с национально-культурным колоритом. На удочку телефонных мошенников теперь ведутся куда меньше народу. Такой статистикой поделились полицейские. Однако доверчивые люди все же остались. Те, которые отдают мошенникам последнее. Звонит из Центрального банка работник и говорит, на вас висит 9 кредитов. Я говорю, как так, 9 кредитов? Кто-нибудь повесил их? Я ни одного не брал. А в ответ по телефону говорят, брал. И набрал, дескать, хорошо так, под миллион. Пенсионер вначале не поверил. Тогда перезвонил специалист из якобы Сбербанка и информацию подтвердил. Так ему целый час и названивали. И как бы следователи, и как бы служба безопасности, в общем, кем только мошенники не представлялись. А когда поняли, что мужчина уже начал им верить, предложили свой выход из долговой ямы. Звонит этот работник Сбербанка. Надо взять кредит и положить их обратно. Я говорю, а зачем я буду брать кредит? Мне придется его выплачивать? Нет, вы ничего выплачивать не будете. Эти деньги как будто вернутся назад. В Сбербанке мужчину спросили, мол, вам точно не мошенники названивают? Пенсионер утвердительно ответил, что нет, следователи. И одним махом оформил на себя кредит – 850 тысяч. Деньги эти толком в руках и не поддержал. Сразу же перевел на указанный счет. И с неспокойной душой отправился домой. А на следующий день звонки продолжились. Просили еще 500 тысяч. Но в этот раз трубком взяла супруга. Я подняла трубку и говорю, кто терроризирует мужа, представьтесь, по телефону. Что за терроризм такой телефонный? Я, говорит, следователь, нахожусь на Введенской, 6, 106, да. И представился, там фамилию, имя, отчество сказал. Вы стали невольным свидетелем. Если вы будете разглашать там детям, вы окажетесь за решеткой. Ну, я так смекнула, думаю, нет, это что-то не то. Отключила, позвонила дочери. Она говорит, ма, ну это мошенники, отключайтесь. Ну, отключили его телефон. И 112 позвонили. В полиции стало ясно. Чита пенсионеров купилась на уловке. Потеряли они миллион 34 тысячи. Это сумма вместе с процентами. А деньги-то кредитные. Их еще отдавать надо. Все потерпевшие в большинстве своем поясняют, что находились со злоумышленниками на постоянной связи. И злоумышленники просят ни в коем случае не класть трубочку, ни с кем не советоваться, никогда не разглашать никому, что происходит. Для чего это делается? Это делается только для того, чтобы человек не одумался. Схожую схему провернули и в случае с этой пенсионеркой. Названивать ей начали еще в 10 утра. Представлялись и специалистами банка, и следователями. В общем, обрабатывали толпой. И обработали. Сказали, что взломан зарплатный счет. И чтобы мошенников вычислить, надо на этот счет еще денег положить. А он еще сказал, не волнуйтесь, мы вам все вернем. Потому что мы проверим, кто там. А я поверила. Чего же мы еще тот народ, который еще верит. Еще попросили женщину установить на телефон два вирусных приложения. Одно из них позволило мошенникам управлять телефоном женщины удаленно. Так деньги, которые она положила, 501 тысяча, мигом улетели со счета. У меня не прозванивался телефон. То есть никто трубку не мог взять до тех пор, покуда я не приехала домой, когда они меня отключили от себя, когда уже все получили. Ага. То есть, получается, вы отключали вызов их, звонили родным, и все равно никак не проходило. Даже полицию пыталась позвонить, не могла прозвонить. Теперь делами этими занимается полиция. Если раньше раскрыть такое было практически невозможно, то теперь найти виновника лишь вопрос времени. Надо только подождать. Большая часть преступлений, она раскрывается. Другой вопрос, что преступления эти раскрываются не быстро. Поскольку нужно напомнить обязательно, что мошенники при совершении данных преступлений, они используют IP-телефонию, подменные номера, переадресацию номера. Счита, банковские карты никогда не оформлены на самих мошенников. То есть используются различные лица, вольно-невольно участвующие в этом процессе. Получается, это вот такая паутина, кружева своего рода. И для того, чтобы раскрыть это преступление, мы тянем вот каждую ниточку. И деньги вернуть тоже удается, говорят в МВД. Правда, не одним платежом. Когда злоумышленника к уголовной ответственности привлекут, часть своего дохода в исправительном учреждении он будет отдавать на компенсацию ущерба потерпевшим. Потому и советуют полицейские не отвечать на незнакомые номера. А если звонят специалисты банка, то лучше просто бросить трубку. Чем бы вам не угрожали. Тогда и не втянете себя в эту долговую кабалу судебных разбирательств. Осень – самое время проводить долгие вечера дома. Особенно, если вы создали уют. А если еще нет, то выставка продажа штор – лучший вариант для покупки штор, постельного белья и других необходимых в быту предметов, говорят продавцы. Здесь же можно приобрести уникальные зимние унты. Каким бы ни был интерьер в вашем доме или квартире, текстиль преображает его и создает уют. Шторы, правильно подобранные, превращают комнату в уголок, куда хочется возвращаться. Здесь, в КВЦ АК, на втором этаже работает выставка продажи, которая удовлетворит самый взыскательный вкус. В ассортименте – турецкая сетка с вышивкой и портьерная ткань. Лен, вуаль и органза. Шторы-блокаут – идеальный вариант для спальни, ведь они абсолютно не пропускают свет. Я хотела, конечно, подобрать внуку шторы. Вот именно в спальню. Нравится обслуживание. Ребят очень, очень хорошо подходят. Что? И покажут, и расскажут. Среди представленных товаров много классических моделей, которые никогда не выйдут из моды и подойдут к любому интерьеру. Если вы ищете шторки на кухню, вы тоже по адресу. Вариантов много, а цены начинаются от 300 рублей за комплект. Здесь же можно приобрести покрывало, подушки и одеяло по привлекательной цене. Как и комплекты постельного белья, уже готовые в разных размерах и расцветках. Или же купить сатин, понравившийся расцветке, и шить самим. Цена ткани – от 100 рублей. Я постоянные покупатели, когда ребята приезжают, всегда прихожу. Очень приемлемые цены, ассортимент у них очень большой, обслуживают очень хорошо и культурно. Так что я призываю всех жителей города Рязани и области, чтобы они посетили обязательно. Я покупала и шторы покупала, и на кухню покупала, и в несколько комнат покупала. Вообще я очень довольна. В осеннюю пору хочется не только создать уют дома, но и обеспечить комфорт для собственного тела. Лучшие решения для рязанской зимы – унты, тоже представлены в залах КВЦАК. Это обувь, изготовленная из камуса оленя и лося. Камусом называют шкуру с голени животных. Она прочная и обеспечивает надежную защиту от ветра, влаги и холода. Трехслойная подошва тоже станет решением множества проблем для тех, кто искал идеальную зимнюю пару. Первый слой – каучук, он не скользит зимой. Второй – прислованный войлок, он не пропускает холод. Внутри – овчи на ручной выделке. Комфортно. Они легко себя ведут. Очень тепло, понимаете, потому что у меня ножки старенькие, больные, поэтому мне это очень удобно. Каждая пара неповторима, сделана вручную и зарекомендовала себя после многолетних проверок якутскими морозами. Минус 40 в этих унтах будет для вас нипочем. Выбор расцветок на любой вкус, широкий размерный ряд и цены от 5000 рублей. Все это весомые аргументы, чтобы выбрать пару именно здесь. До 30 сентября в КВЦАК рязанцы могут приобрести вкусную свежую рыбу. Качество, которое себя уже зарекомендовало. Вкус, который трудно позабыть. Очередь к прилавку торговых рядов скопилась с самого утра. Постоянные покупатели уже знают, что на выставке продажи продукция только свежая, а самое главное – экологически чистая. Рыбку с берегов Камчатки всегда с большим удовольствием ждут рязанцы и гости нашего города. Здесь кита, зубатка, палтус слабосоленая и холодного копчения. Ну и, конечно, царица морей – чивыча. И корочку. Ну, вкусная, конечно, естественно. Чивычу брала, белорыбецу брала и палтут брала. Ну, естественно, вкусно. Все вкусно. Лучше взять немножко подороже, чем подешевле, побольше. Вам все качественно здесь? Качественно. Я третий раз уже пришла сюда. Я из песочни приехала. Специально сюда беру? Специально сюда. Ну, я чивычу беру. Брала палтуса, тунец брала, скумбрию брала, икру брала. Все вкусное. Также в ассортименте ярмарки печень трески и камчатские деликатесы, икра горбуши и нерпы, красное, да еще на бутербродном сливочном масле – деликатес, который обладает полезными свойствами, а еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы, а также активизируют обмен веществ. Известный факт, что красная икра является источником легко усвояемых белков, богатой йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, Д, Е, Б, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Я всегда беру вкусные очень рыбы. Нет, уже много раз. Здесь беру первый раз. Чивычу любим, икру любим. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна потому, что любую рыбку или икру можно попробовать оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы, так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно в выставочном центре АК по адресу улица Радищева, дом 1, дробь 80. Выставка-ярмарка работает до 30 сентября ежедневно с 9 до 19 часов. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова